здравствуйте вы служите подкаст русской службы голоса америки депеши сша я алекс григорьев и я татьяна замировская и сегодня мы поговорим о том что нас ждет 2023 году потому что прогнозов много мы собрали для вас некий наборчик американских прогнозов предсказаний и как это можно еще назвать ну соответственно через год можно будет проверить что сбылось а что не сбылось ну и мы естественно концентрировались больше на тех сказаниях которые так или иначе включает в себя россию но поскольку события 2022 года ее включали просто неименуемо россия есть практически везде ну и начнем с самого потрясающего предсказания которое сделал дмитрий анатольевич медведев бывший президент россии а сейчас занимающий всякие высокие посты ставший супер ястребом и он написал свой прогноз то есть он так замаскирован что это может быть не вполне серьезно но тем не менее значительной степени показывает что медведев думает и там 10 пунктов там рост цен на нефть и газ возврат великобритании в европейский союз захват польши и венгрии западных областей бывшей украины создание четвертого рейха на базе германии и примкнувших к ней сателлитов война между францией четвертым рейхом гражданская война в сша причем должен илон маск стать президентом части соединенных штатов и мой любимый пункт номер 10 это крушение бреттон-вудской финансовой системы включая крах мвф и всемирного банка дмитрий анатольевич медведев выдающийся финансист и он должен был бы знать что бреттон-вудской системы уже давно не существует она была отменена в середине семидесятых годов и пришла другая система ну и поэтому 10 пункт уже исполнен то есть я еще наверное его расстрою что даже если великобритания очень захочет вернуться в европейский союз это пункт 2 я его зачитывал частично для этого потребуется некое время то есть за год это никак не сделать даже вот при всем желании британцев и европейцев но я уже поняла что в области сюрреализма и вот этого дистопического нагнетания медведева уже никто и никак не переплюнет может быть поэтому некоторые западные медиа тоже как тяжелую артиллерию расчехлили нострадамуса и бабу вангу потому что это единственное что можно противопоставить вот тоже по степени такой аккумулированной угрожающей бредовости тому что написал медведев может как раз в этом причина потому что я в нескольких прямо вот обзорах и предсказаниях внезапно столкнулась с нострадамусом хотя я это имя наверное из 90-х уже не вспоминала это интересно потому что как бы наверное знаете вот все его эти центурии их можно трактовать как угодно но реально человек жил в средневековье как он там пытался выразить свои мысли видения если у него и они естественно были это тайна сия велика есть но вот в нью-йоркской газете нью-йорк пост опубликовали статью астролога реда бигля которая процитировала нострадамуса то есть она его так оттрактовала и вот якобы согласно ее трактовки небесный огонь сожжет букингемский дворец кроме того будет идти какая-то страшная война которая будет вести с участием немного немало антихриста и эта война затянется на 27 лет ну и в общем проще страшные ужасы прямо вот не прогноз а советы для хэллоуиновского костюма ну мне нравится еще что нострадамус как-то там сплетается с юаном богословом в самом знаменитом тексте которого мы судя по всему еще наверное с восьмидесятых живем и конца края этому не видно мне кстати последнее время чуть ли не на полном серьезе начинает казаться что человечество живет в какой-то симуляции я иногда вот знакомым студентам и писателям коллегам даю такое творческое упражнение посмотреть на события своей жизни последние вот так как будто бы это сценарий и подумать кто и зачем это написал что в этом сценарии плохо и вот это упражнение помогает том числе и просчитать что будет дальше то есть понять кто сценарист и как у него дальше будет развиваться вот эта творческая сумасшедшая мысль и конечно кажется что после 2020 все что происходит пишется каким-то отчаявшимся кино сценаристом из голливуда который вот предлагает разного уровня катастрофы но на какую-то глобальную все не может осмелиться вот там не хватает упавшего метеорита огромного землетрясения в калифорнии которого все ждут сто лет или там высадки инопланетян а вот я сейчас тебя опровергну потому что я на американском сайте гороскопов я не буду его называть я нашел еще другие трактовки нострадамус они круче чем те которых мы начали ядерная война сша и россии будет предотвращена в последний момент правда россия украина заключит мир в россии будет создан солдат гибрид человека и обезьяны метеорит со спорами внеземной жизни ударит по земле разрушится гигантская империя возможно россия или китай это напоминает все нострадамус естественно говорит европа будет сталкиваться с колоссальным кризисом депопуляции путин будет убит а байден заболеет какой-то странной болезнью начнется серьезный финансовый кризис и папа франциск умрет больше всего мне понравился российский солдат гибрид человека и обезьяна действительно заинтриговал я бы никогда не подумала про обезьяну потому что когда ты сказал гибрид человека и у меня сразу в голове возник там искусственный интеллект киборг что угодно но обезьяна меня просто потрясла обезьяна это хорошо ну дальше мы пойдем на поле как бы серьезные источники так скажем потому что гороскоп ну простите меня это все-таки не очень серьезный источник значит вот есть такая замечательная американская газета юэсэй тудэй которая опубликовала текст своего автора рекса хапке который сделал прогноз на 2023 год исходя из того что он видит вокруг себя но в последней неделе 2022 года но в принципе это обычный способ профессионального прогнозирования ты оцениваешь ситуацию фильтрующиеся новости там знаешь историю географию экономику и так далее исходя из этого ты можешь сделать какие-то предположения которые с высокой долей вероятности могут сбыться я вам потом расскажу кстати замечательный анекдот на эту тему так вот среди его прогнозов сейчас я дословно переведу твиттер обрушится сгорит и съедет в океан где утонет шорты станут новым деловым стилем каньи бест останется последним пользователем твиттер кроме илона маска собственно храбрые украинские войска настолько сильно ударит по российским войскам что закончится правление президента владимира путина и российские олигархи некоторое время будут серьезно обсуждать назначение нового президента а именно дональда трампа но это в целом даже оптимистично если конечно не считать трампа потому что я даже специально сравнивала что пишут американские и например европейские в частности британские медиа я заметила что британия полностью погрузилась в какую-то депрессию они все каются что их обозреватели промахнулись 2022 с главным предсказанием по поводу войны потому что financial times в начале вот 22 года устами своего европейского редактора бена холла сообщили что нет и не будет никакой рациональной причины для путина вторгаться в украину и вот сейчас они за это извиняются и мы видим что на самом-то деле предсказание было фактически правдивая потому что рациональной причины не было теперь когда мы видим во что за год россия превратилась со всеми этими там санкциями вообще со всем что не происходит тем более видно что действительно ничего рационального в этом точно нет но несмотря на это путин все равно осуществит вторжение ну вот никому голову не пришло потому что человеку якобы не свойственно принимать иррациональное решение ну путину как видим свойственно существует замечательная такая дисциплина на научное вполне называется фрикономика придумали ее там около 20 лет назад американские экономисты они доказывали что люди как участники экономических процессов очень часто принимать совершенно нерациональное решение совершенно принципиально нерациональное решение хоть ты тресни и сейчас мы обратимся к еще одной замечательной теме именно глаз народа есть компания ипсос которая проводит опрос общественного мнения выполнять всякого рода заказы корпоративных клиентов но в основном интересуется тем что люди ожидают от этого мира соответственно к чему готовится бизнесу в конце 2022 года ипсос провел опрос и попросил респондентов сказать что по их мнению может произойти 2023 году так вот наибольшее количество голосов набрали следующие варианты будущего 48 процентов сказали что ожидают что иностранные хакеры которыми управляет иностранное правительство атакуют их государство и что станет причиной больших проблем для всей государственной инфраструктуры 44 процента это для нас тоже очень важно считает что закончится война которую россия ведет в украине 2023 году 40 процентов ожидает что искусственный интеллект который станет тут страшным злым искусственным интеллектом начнет войну человечеством и устроит много всяких гадостей 27 процентов ожидают что астероид ударит по планете земля помню что официальной версии именно астероид стал причиной гибели динозавров честно говоря не хочу повторить их судьбу 22 процента предполагают что к нам прилетят инопланетяне поэтому готовимся но дальше уже начинается мелочи там 80 процентов практически ожидают что будет расти стоимость жизни 75 процентов ожидают что будет высокая инфляция 68 роста безработицы ну и так далее и тому подобное экономические ожидания надо сказать малоприятные что кстати говорят и многие прогнозисты которых опросили деловые издания деловые аналитики которые собственно этом зарабатывают на свой кусочек хлеба я кстати практически уверена что искусственный интеллект уже на самом деле давно ведет войну с человечеством просто мы об этом не знаем и нам кажется что это все еще естественный а не искусственный интеллект но на самом деле может быть все уже давно плохо и по крайней мере этим можно все объяснить что касается профессиональных прогнозистов я специально их выгугливала чтобы получить от них хоть какую-то надежду по поводу войны потому что естественно когда она началась и мне все время казалось что ну вот через неделю все закончится через две через три только потом стало понятно что нет это все-таки надолго и вот к сожалению эти профессиональные предсказатели будущего уверены что война действительно не закончится даже в двадцать третьем году может быть не закончится и будет тянуться например вот те же financial times говорят что россия все равно будет пытаться наступать периодически пусть и будут вопросы к ее способности нормально вооружить свою армию сша продолжит поддерживать украину но все это будет как-то вот долго прекращение огня не будет потому что замораживание конфликта невыгодно естественно не россии не украине потому что украине нужно вернуть назад свои территории россия теперь специально рассчитывать на долгую войну если раньше путину был нужен этот близ крик теперь в интересах чтобы все тянулось и тянулось и тянулось и вот за экономист своих обзорах профессиональных тоже написали что все затянется прямо надолго и как раз по мнению обозревателей экономисте это делается в надежде на то что в 2024 году вернется трамп что придет трамп считает путин и мигом прекратит вот эти вот поставки оружия и денег украине и тут-то наконец вот путин развернется в полную силу поэтому он будет длить это любыми просто способами лишь бы дождаться трампа я вот приведу пример значит вот есть блумберг который предсказывает что биткоин попадет до 5000 долларов калифорния кстати тоже интересный момент потому что это связано в частности с россии что калифорния станет первым штатом сша который запретит продажу изделий из натурального меха что еще интересно что согласно прогнозу пусть впервые на повестку дня станет вопрос а тут должны ли мы подвергать налогоблажению роботов хороший вопрос кстати да еще встык этому прогнозу прогноз от форбса что в 2023 году во всяком случае в сша начнут массово эксплуатироваться ну относительно массово эксплуатироваться беспилотные автомобили то есть человек будет садиться в этот автомобиль вбивать адрес куда ему надо добраться и вот автомобиль его будет самостоятельно туда довозить я вот пожду когда я выйду на пенсию чтобы у меня был именно такой автомобиль потому что когда буду старый дряхлый и с не очень хорошим зрением слухом и реакцией то есть лучше меня везет робот чем я его но если будет какая-нибудь авария наверное приятнее понимать что тебя убил робота не человек да ну и вот есть еще один потрясающий источник прогнозов это секса банк это не американский но они делают прогнозы очень часто и очень часто так скажем попадает пальцем небо правда плюс-минус несколько лет так вот секса банк ожидает что будет образован новый манхеттонский проект начат здесь помните манхеттонский проект результатом его стало создание ядерного оружия манхеттонский проект создадут миллиардеры и его целью станет поиски новых источников энергии которые соответственно должны будут решить многие проблемы в том числе связаны с российскими нефтью и газом ожидается бурный рост цены на золото президент франции эммануэль макрон подаст в отставку а европа кстати после первого прихода к власти дональда трампа европа начала так потихонечку продвигаться к созданию своих вооруженных сил типа параллельно нато некой единой армии европейского союза она будет окончательно складываться и соответственно европейский союз начнет превращаться из союза независимого государства объединенных какими-то общими законами и какими-то очень приблизительным менеджментов полноценное многонациональное государство ну и еще такой забавный прогноз кстати который повторяет прогноз дмитрия антольча медведева что в великобритании пройдет референдум касающийся возвращения в европейский союз и 2030 году какая-то из стран крупных мира запретит производство мяса я могу тебя утешить тем чем я сама обычно утешаюсь когда читаю прессу меня часто утешают не глобальная а локальная маленькие медиа с ними как-то спокойнее и вот я почитала одну утреннюю газету которая выпускается в городке окроне в огайо я нагуглила это честно когда искала предсказание на 2023 год и там была прелестная подборка предсказаний сделанных ровно сто лет назад в 1923 про 2023 то есть о том что будет через сто лет россии там конечно нету но про войну кое-что есть очень точное ну то есть там есть очень много совершенно трогательных немножко бредовых идей о том что например у нас будет утопическое общество и рабочий день будет только четыре часа потому что всем остальным будет заниматься естественно роботы и искусственный интеллект а мы будем работать четыре часа повелевая искусственным интеллектом а потом будем отдыхать и заниматься тем что нам интересно наверное смотреть сериалы и писать в твиттер не знаю но там еще всякое было например что у мужчин будут популярные длинные кудрявые волосы что все люди будут красивыми ну отчасти правда вот как развилась бьюти индустрия все будут жить по 100 лет нет не по 100 по 300 лет женщины будут красить зубы в черный цвет и брить головы то есть реально все будут красивыми этого японок вроде было вот этот черный цвет они красили если не изменяет память была такая мода ну да и предсказали еще что население нью-йорка будет 100 миллионов но к счастью она сейчас только 18 миллионов увеличилась за сто лет только в три раза может чуть больше но там были толковые вещи например изобретателя archibald low написал что через сто лет будут мобильные телефоны все люди будут общаться с другими уголками земли по маленьким таким часиком которые можно носить с собой и можно будет там и увидеть собеседника и параллельно вести какие-то заметочки как записной книжки но параллельно это же профессор он был немного одержим темой уарлес то есть беспроводной связи радио и он написал что в 2020 третьем все войны будут происходить при помощи беспроводных устройств и при помощи этих беспроводных технологий люди будут управлять дронами танками ракетами будут сбивать ракеты тоже вот при помощи вот этой беспроводной связи и он там вот все это так описывает что конечно вспоминаются думаешь сразу про атаки дронов на киев и никакого восхищения этими устройствами конечно не испытываешь хотя сто лет назад он об этом писал вот с таким просто придыханием что представьте какие войны будут через сто лет люди будут управлять танками там буквально силой мысли как он еще написал что пропаганда будет наводить ужасно соперничающие страны через беспроводные приемники и может быть даже телепатии и передачи мысли на расстояние это тоже хорошая метафора интернета интересно что в конце 19 начале 20 века до первого мирового войны была очень популярна теория что войны будущего будут гуманными гуманная война это оксюморон но тем не менее это было такое массовое движение что оружие там должно либо убивать быстро там либо не превращать человека в калеку что вот война будет проходить настолько быстро таким минимальным количеством жертв что просто все это как бы города и мирные жители не будут страдать я представляю как думал этот человек она приехали дистанционно управляемые танки встретились на каком-то там поле боя постреляли друг другу одних танков осталось мало вторых осталось больше эти и победили соответственно война и закончится люди все живы кстати да неплохо да как игра в танчики игра в танчики то есть виртуальной реальность собрались но к сожалению человеческая природа она никуда не девается и мы продолжаем убивать друг друга несмотря на многие тысячелетия призывов гуманистов тому что война это чистое зло чем я абсолютно полностью согласен я как раз здесь могу процитировать ровно ровно столетние предсказания от этого ученого арчи бальда ло который как раз надеялся на то что войны станут гуманными но в другом смысле что они будут быстро убивать вот совершенно чудовищные предсказания про двадцать третий год смерть быстрее света бесшумная и крадущаяся словно тень мыслей полетит на радио крыльях чтобы уничтожить народы единым выдохом и силы скрытая глубоко в сердце природы высвободятся человеком будут собраны в боевую единицу и брошены друг против друга в титанической борьбе которая сотрет в небытие все живое на своем пути как пылинки перед ураганом вот это уже тревожно это то что я думаю он предсказывал совсем какие-то неприятные вещи судя по всему вроде ядерного удара в двадцать третьем году вообще интересно пересчитывать старую фантастику того же самого жюля верна который ну действительно очень много угадал никак какой-то нострадамус или бабка ванга или кто там еще так предсказывал на мистическом уровне жюль верна интересовался технологиями техникой открытиями научными у него есть замечательный роман на рабов завоеватель где там все идет так сказать завоевание планеты с помощью летающего корабля то есть это современная авиация ракеты как можно года трактовать тогда это все было дело только первые шаги а я расскажу еще во первых одну историю и расскажу про самое староамериканское издание которое занимается только прогнозами но сначала про это издание называется старый фермерский альманах old farmers almanac который выходит с 1792 года то есть Соединенные Штаты возникли и он в скорости начал издаваться и как следует из названия его главными потребителями были фермеры что такое фермер фермер это человек который зависит от погоды намного большей степени чем горожане горожане как-то до работы до метро дойдет там до автобуса а фермеру надо планировать какие растения сажать какой корм выращивать для скота там утеплять коровник свинарник или нет ну понятно да то есть какие там вредители могут вырасти какие вредные насекомые будет ли засуха будет ли дождь очень понятно работа фермера и крестьянина очень тяжелая и требует огромного количества знаний этот альманах выпускается раз в год такая тоненькая книжечка у меня кстати есть дома одна из его старых таких версий из двадцатых годов где-то столетней давности очень интересно читать там в нем собраны всякие советы как там правильно вылечить заболевшего коня накрыть на стол случае там семейного торжества и кроме всего прочего они дают прогноз погоды на целый год причем соединенные штаты америки достаточно большая страна вот они дают по всем этим регионам и клянуться что этот прогноз основан на их каких-то тайных знаниях которые передаются от отца к сыну наблюдение за фазами луны там звездами какими-то еще делами и согласно их утверждению прогноз точен в восьмидесяти процентах случаев самое смешное что там сейчас работает главный предсказатель бывший профессиональный метеоролог он ушел на пенсию и вот ну клянется что ему переданы были секретные знания и вот он продолжает это делать выпускать скажу сразу значит америки предстоит холодная зима снежная вот нашей части страны мы живем в восточной части сша и поэтому ничего приятного так скажем ну и история которая уже третий раз скажу но она мне очень нравится что некий молодой человек решил сделать карьеру предсказателя то есть бизнес-предсказатель потому что естественно где есть деньги они есть у бизнес структуру которая нуждается в прогнозах вот он в телефонном справочнике нашел адреса 100 финансовых компаний и банков и 50 из них он написал что на следующей неделе вырастут цены на акции там компании пупкин и сын а второй 50 отправил на следующей неделе акции пупкин и сын подешевеют и отправил в результате акции что-то с ним произошло они либо подешевели либо подражали 50 его адресатов обнаружили что им прислали совершенно точный прогноз на следующий день он отправил прогноз относительно там банка чашка чая акции банка чашка чая подорожают или подешевеют через неделю обнаружилось что действительно 100 таксами произошло и 25 его адресатов убедились в том что человек дает точный прогноз потом соответственно отправил там опять же 12 и там 12 что предсказание относительно цены акции какой-то третьей компании обнаружил что он опять попал и вот им когда у него осталось три адресата вот они ему все предложили работу или контракт на предсказание будущих движений на финансовых рынках соответственно так человек разбогачил это совершенно великолепная байка это прекрасно да это как можно соединить теорию вероятности и принцип неопределенности гейзенберга что-то такое поэтому мы статья мы можем завершить этот подкаст предсказаниями я вам скажу что в 2023 году нам придется очень тяжело я вообще боюсь предсказаний потому что мир такой непредсказуем а с другой стороны нужна иллюзия контроля хотя бы зная погоду на завтра мы можем хоть что-нибудь контролировать взять зонтик или не взять но я наверное предскажу нам всем на этот год побольше неожиданности но не катастрофических а наоборот приятных неожиданностей чтобы происходили какие-то хорошие приятные вещи которые ну невозможно предсказать это как черный лебедь только белый верьте татьяне она видит лучше меня на этом мы закончим это был подкаст депеши сша я алекс григорьев и я татьяна замировская до встречи